Инициатива не наказуема, а только приветствуется. Круглый стол в ДЭС начался с неожиданного призыва. Оказывается, коммунальщикам нужно, чтобы их контролировали. Более того, они готовы сотрудничать и договариваться. Вот только на деле собственники мало того, что ленивые, еще и неграмотные зачастую. Каждый из них имеет право не просто запрашивать, куда уходят денежки, но и самостоятельно регулировать ту же плату за коммуналку. Тариф у нас муниципальной властью установлен лишь потому, что ни один из собственников дома его не установил. Они могут утвердить и меньший тариф, но вопрос, какая управляющая компания придет на этот тариф. Если рассматривать действующий тариф по состоянию на сегодняшний день, там заложена средняя статистическая заработная плата, по-моему, 11 тысяч с хвостиком. Начиная с 2012 года новая редакция жилищного кодекса запустила процесс создания советов дома. Для этого собственникам необходимо общее собрание. Инициаторам в этом случае управляющая компания выступить не может. Жильцы сами должны решиться. Остальное уже отлаженный механизм. Оформить совет дома юридически не составит труда. Необходимы кандидаты, необходимы люди, которые готовы взять на себя ответственность. И сразу хотелось бы отметить, что ответственность коллективная и солидарная. Это не означает, что вступив в совет дома, ты в ежедневном режиме по много часов будешь в этом участвовать. То есть обязанности можно между собой разделить. То есть, допустим, ежемесячный съем показаний общедомовых приборов учета может осуществлять совместно с управляющей компанией один из членов советов домов. Контроль за уборкой, согласование планов ремонтных работ. Это может делать кто-то другой. Количество членов в совете дома по жилищному кодексу не регламентировано. Их может быть и двое – председатель и инициативный житель. Но тогда такой дуэт рискует быть обвиненным в аффилированности. Впрочем, решать вопросы будут все равно общим голосованием. Результат от создания совета не заставит себя ждать, подтверждает член действующего органа. Проголосовали против антенн. Фундамент нам отремонтировали. Гастарбайтера выселили. Теперь там консьержка. Гастарбайтера сидит. Ремонт сделали. То есть началось такой плотный контакт с управляющей компанией. Ну, конечно, хочется большего. Да, мы общий план составили на этот год и на следующий год. Чего бы нам хотелось, чтобы отремонтировать. Столбики от паркующихся на тротуаре машин или новый цвет стен в подъезде – что важнее решить проще, если есть совет дома. Более того, можно и бюджет на нужды подъезда или двора пополнить, когда все на учете. Например, пространство в лифте или фасад дома отдать в аренду под рекламу. Пока же из 300 домов ДЭЗа только 23 сподобились на создание совета. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...